Перед тем, как мы приступим к созданию таблиц и взаимоотношений между ними, перед тем, как мы будем тренироваться это делать, я хочу, чтобы вы сначала очень четко уяснили, зачем мы сейчас с вами это будем выполнять. На самом деле, понимать, как создаются SQL-запросы, это очень хорошо, но это не является первостепенным. То есть хороший программист и хороший разработчик – это тот, который понимает, что он делает. Он достаточно часто не знает, как, допустим, выполнить поставленную перед ним задачу. Поставил ли это начальник, поставил ли это заказчик, либо поставил программист сам перед собой задачу. Как я говорил в первом курсе, никогда не нужно идти на компромисс со знаниями. Не нужно себя спрашивать, умеешь ты это делать или ты не умеешь это делать. Самое главное, что ты должен сделать или что ты хочешь сделать, и от этого плясать. И уже по мере надобности будут подтягиваться знания. Конечно, нужно искать информацию в интернете, в статьях, в книгах, в чужом коде, особенно в чужом коде. Потому что очень часто просматривая чужие коды, находишь для себя такие просто поразительные вещи, до которых вроде бы чем бы и сам не додумался, но почему-то вот не случалось, как-то не тыркало. И поэтому важно, как я уже сказал, понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Так вот, составлять SQL-запросы, в принципе, это очень хорошо. Это большой плюс, если разработчик на C Sharp владеет языком SQL. Не важно, будь то SQL-серия, будь то MySQL, и не важно, какой-нибудь другой Oracle, или даже Access, не имеет значения. В принципе, запросы везде похожи, с небольшими отличиями друг от друга. Ну, буквально там набор каких-то встроенных функций. Сам же язык запроса практически идентичен для любой базы данных. Но самое главное, это правильно выстраивать архитектуру базы данных. Потому что если вы не знаете, как правильно построить архитектуру базы данных, то какими бы вы знаниями не владели относительно построения SQL-запросов, все это будет ерунда. Потому что изначально вы двигались не в ту сторону. Поэтому важно и обязательно необходимо уметь, четко уметь и точно уметь строить архитектуру баз данных. И сейчас мы с вами научимся, как быстро, четко, правильно, опять же, без лишних телодвижений, создавать сложные композиции из табличек, которые будут представлять будущий объект хранения данных вашего приложения. Итак, разберем такой пример. Как я и говорил, мы будем разбирать объект школа. Вот представьте, имеем некоторое школьное заведение. Изначально школа – это некоторое учебное заведение, которое оперирует классами. Ну и учениками, правильно? Поэтому ключевым моментом в базе данных школ будут ученики и классы. Кроме того, есть еще учителя. Я не буду говорить за заучий, обслуживающий персонал, технички, повара. Я буду говорить конкретно о таких масштабных понятиях. То есть есть учителя, есть ученики, есть классы. В классы входят ученики. То есть каждый ученик, можно сказать, прикреплен к какому-нибудь классу. Каждый учитель тоже имеет отношение к классам. То есть каждый учитель преподает некоторый предмет в конкретных классах. Не в одном, а в нескольких. Правильно? Кроме того, в каждом классе преподаются определенные предметы. Понятно, что в первом А и в десятом Б классе преподаются разные предметы. То есть нужно как-то еще идентифицировать наши классы по предметам. То есть есть уже какая-то связь между предметами и классами. Правильно? Дальше. Есть связь между учителями и предметами. Как и есть связь между учителями и классами, есть такая же связь между учителями и предметами. Потому что не каждый учитель преподает каждый предмет. Правильно? То есть каждый учитель закреплен за каким-то одним или двумя, ну, может быть, тремя предметами. То есть, образно говоря, каждый учитель имеет несколько предметов. И самым главным моментом здесь являются оценки. Теперь смотрите, вот получает ученик оценку. Что нужно знать для того, чтобы понимать, кто, когда и по какому предмету получил оценку? То есть в данном вопросе уже кроется ответ. Оценка должна иметь, во-первых, саму оценку, то есть значение оценки. Это 2, 3, 4, 5. Ну, может быть, 1, да? Используем пятибалльную систему. Это может, точнее, оценка еще должна иметь ученика. То есть информацию об ученике. То есть какой ученик получил эту оценку, правильно? Оценка должна иметь информацию о дате получения данным учеником данной оценки. И кроме того, оценка должна иметь информацию о предмете. То есть по какому предмету была получена оценка. Сразу хочу сказать, идея добавления оценок к ученику в корне неверна. Потому что ученик может существовать, при этом оценка может не существовать для данного ученика. Кроме того, для данного ученика может существовать сотня, тысяча оценок. И, скорее всего, вы сразу же догадаетесь, что оценки следует выносить в отдельную таблицу. Давайте же займемся созданием базы данных в School. Для этого Data Connection. Create new SQL Server database. Выбираем сервер. В данном случае непринципиально. Это SQL Server или SQL Server Express. Классически выберем SQL Server Express. Так, есть. И называем database. Назовем ее, допустим, MySchool. MySchool. Ок. Так, вот это все дело можем закрыть. Я не сохраняю. Так, где MySchool? Посмотрим. Вот, MySchool. Открываем Tables. Создаем таблицу. Add newTable. Ну, естественно, первое поле ID. Здесь будет только уже не интеджер, а уже будет уникальный, не могу выговорить, идентификатор. Уникальный идентификатор. Это 32-разрядное число. Его мы научимся генерировать самостоятельно. Почему не интеджер? Ну, в практике, скажем так, разработки реальных коммерческих проектов, скажем, автоинкремент по уникальному полю, ну, применяется очень редко. Чаще это все-таки для веб-приложений. Для настольных приложений переменяется обычный уникальный идентификатор. Уникальный идентификатор. То есть это уникальное значение, построенное на 32 знаках. Сразу же назначаем SetPrimaryKey. Так, и второе поле будет Name. То есть название класса. Допустим, первый А, первый Б и так дальше. Ну, как мы знаем, хватит 11 А. Ну, то есть 4, ну, пускай 5 позиций. Так, сохраняем. Имя Classes. Называем имя Classes. Так, есть первая таблица. Создаем вторую таблицу. Теперь мы создадим наших пиплов, то есть учеников. Опять же, ID. Уникальный идентификатор. Так, SetPrimaryKey. Дальше Name. То есть имя ученика. EnvertChar, к примеру, 50. Думаю, хватит. И то, о чем мы с вами говорили. Ученик должен быть привязан к конкретному классу. То есть должно еще быть поле, ну, к примеру, ClassName. Но так как у нас есть отдельная таблица классов, название класса, поэтому нам поле ClassName не необходимо. Для этого мы лучше создадим поле ClassID. И будем помещать ссылку на запись таблицы Classes. Правильно? Потому что здесь может быть очень много записей разных учеников, которые будут иметь одну запись в таблице Classes. Правильно? Потому что один класс может содержать, к примеру, 30 учеников. Поэтому, в принципе, по 30 различных записей будут здесь иметь одинаковые значения из поля ID Classes. Поэтому называем Classes ID. Естественно, это уникальный идентификатор. То есть тип поля, да? 32 знаковое значение. Конечно, не ну, потому что ученик не может быть вне класса. То есть ученик всегда принадлежит какому-нибудь классу. Так. Сохраняем. Называем People. People's. Да? Окей. Теперь необходимо установить взаимосвязь. Так. На любом месте. Relations. ADD. Classes. ID. То есть родительский ключ в таблице Classes по полю ID. Дочерний ключ в таблице. People's. По полю Classes ID. Вот у нас класс ID. Окей. Close. Сохраняем. Classes People's. Окей. Есть такое дело. Так. Здесь тоже все сохранено. Отлично. Следующая таблица у нас будет, 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 что мы выберем. Есть у нас еще Subject, Teachers и Marks. Оценки, да? Предметы учителя. Ну, давайте создадим учителей. ADD New Table. Так. По старинке ID. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Дальше. Поле Name. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Unique Indificator. Имя преподавателя. Так. Еще поле будет, ну, например, Password. Что за Password? Это пароль доступа к электронному школьному журналу. Правильно? Потому что доступ должен иметь только преподавательский состав. Там, директор, да? Заучий. Ну, и так дальше. То есть, тот, кто имеет отношение к журналу и имеет право вносить в него изменения. Вот ученики не имеют этого права. Поэтому для учеников никакого паспорта нет. Так. Ну, и паспорт, к примеру, ну, тоже nvarchar, допустим. 10. Так. Здесь тоже nvarchar. Хотя, пока что на тип не обращайте внимания. Сейчас мы работаем совсем в другом направлении. Так. Сохраняем и называем teachers. Так. Вроде правильно написал. Не помню. Неважно. Есть. Преподаватели преподают в классах определенный набор предметов. То есть, за каждым преподавателем закреплен отдельный набор предметов. Давайте подумаем. Значит, для преподавателя должна быть информация о предметах. Мы уже сейчас понимаем, что предметы тоже логично занести в отдельную таблицу. Потому что министерство образования Украины может, там, или России, неважно, любой другой страны, может добавлять, изменять тот перечень предметов, которые должны читаться в каждом классе, да, в каждом годовом классе. Вот. Ну и даже совсем по другим причинам предметы должны находиться в отдельной таблице. Потому что предметы – это отдельная сущность. Давайте думать. Значит, если мы создадим таблицу предметы и на нее будем ссылаться наших преподавателей. Получается, что у нас будет в классе преподавателей содержаться много записей одного и того же преподавателя с посыланием на разный предмет. Фигня, правда? Большая фигня. Если же мы создадим таблицу предметы, там будет очень много записей, правильно, разных предметов. Для каждого предмета будет одна запись. Каждый предмет может читать только один преподаватель. Соответственно, для каждого предмета будет ссылка на конкретного преподавателя. И в итоге мы получим для каждого предмета конкретного преподавателя. Правильно? Правильно. Получается отношение, в принципе, один к одному. И кроме того, один преподаватель может читать несколько предметов, разных предметов. Допустим, алгебру и геометрию читает один и тот же преподаватель. К примеру, биологию и географию читает тоже один и тот же преподаватель. Соответственно, в таблице subjects предметов может находиться множество различных записей. То есть разные предметы с ссылкой на одну запись таблица teachers. То есть разные предметы могут иметь одного и того же преподавателя. Отлично. Поэтому создаем таблицу subjects. значит, id, unicoindificator, не null, setPrimaryKey, дальше name, название предмета, nvarchar, к примеру, ну пускай будет 60. 50. Так. И будет поле, значит, teachersid. teachersid. Правильно. То есть для каждого предмета должен быть свой преподаватель назначен. Unicoindificator, потому что id поле у teachers уникальное. Правильно. Сохраняем по имени teachers. Так. А, не teachers, а subjects. Subjects. Это же предметы. Правильно. Так. Устанавливаем relation. add. Так. Relation, значит, teachers, id, и subjects, teachersid. ok. Сохраняем. Да. Видим, что изменения касаются двух таблиц, teachers и subjects. Отлично. Идем дальше. Так. И теперь самое интересное. Сейчас нам нужно создать таблицу для оценок. То есть маркс. Да. Как мы уже договорились, таблица маркс должна содержать значение, собственно, самой оценки. Значение ученика, который получил оценку. Значение предмета, по которому была получена оценка. И значение даты, в которую была получена данная оценка. Создаем новую таблицу. Поздаем новый таблицу. Сейчас мы сейчас прокачиваем.